Давайте предположим, что кто-то не знает, мало-то не понимаю, и, соответственно, для него это суждение непонятно. И разберем картину. Кстати, когда будет потом разбираться с медленными мельницами, то эта же идея нам очень поможет. Идея инволюции. Давайте первое, что такое инволюция. Это отображение, которое, если его выполнишь дважды, все вернет на место. Давайте на множестве всех остатков отделения на П, всех нудровых остатков, которые потом мы будем обозначать с П, с звездой. Мы рассмотрим две инволюции. Одна – это замена остатка на П-А. Другая – это замена того же самого, другого из чисел на одну панту. Так, да, опять-таки, я сейчас стараюсь, чтобы все было понятно совсем-всем. И поэтому давайте я аккуратно нарисую несколько картинок. Ну и вообще, я объясню, что такое натрий. Ничего, да? Давайте. Какие есть небольшие числа, дающие остаток 3 при делении на 4? Ну, наверное, это тройка, семерка, одиннадцать. Так? Еще что бывает? Еще бывает 11. Я думаю, если мы разберем эти четыре примера, то, честное слово, все все поймут. Начинаем с числа 3. Так, единственное, я очень плохо, что одинаковые стрелочки обозначил здесь и здесь. Давайте сделаем так. Я вот эту стрелочку буду тоже обозначать стрелочкой, все замечательно. Только я ее буду написать вертикально. Какие двое достатки, не нулевые, при длине на 3? Единица и двойка. Согласитесь, что единица соответствует двойке, потому что 3-1 это 2. И наоборот, 3-2 это 1. Отлично. По вертикали. Одна первая это единица, а одна вторая это двойка. Так. Ну и здесь. Все хорошо. Так, теперь что такое одна АД? Одна АД это такое число, тоже от одного до помидорного, что когда А умножаешь на В, получаешь остаток 1 в разделении на В. Между прочим, неплохо бы понимать, почему такое число существует. Такой самый понятный способ объяснения состоит в следующем. Если мы выписываем числа 1, 2, 3 и так далее, по минус 2, по минус 1, каждое из них умножаем на А, и после этого, не оставляем эти числа, а берем остаток от деления на В. То смотрите. Во-первых, все это будут не нули. Потому что у нас А было не делящееся на В число, а когда не делящееся умножаешь на не делящееся, то на В делящееся не будет. Значит, нуля здесь не будет ни одного. И при этом все эти числа будут разные. Ну, в самом деле, если у вас есть какое-то число ХА и какое-то число ИГА, и вдруг оказалось, что они дали один и тот же остаток от деления на В, то в таком случае их разность должна делиться на В. Их разность – это Х минус В умножить на А. Чтобы она делилась на В, когда А не делится на В, нужно, чтобы разность Х и ИГ не делилась на В. Но у нас Х и ИГ – это число от одного до минус одного. Чтобы разность делилась, нужно, чтобы просто Х сравняет, равнялась ИГ. Значит, это число все разные при делении на В. По-моему, остаток разный. У них у всех. И при этом не ноль. Значит, это на самом деле перестановка вот этих вот чисел. И где-то там есть единица. Таким образом, в общем, в одном месте. Таким образом, вот это понятие единицы делить на А определено. Другими словами говорят, что остатки от деления на В образуют О. То есть там можно складывать, вычитать, умножать и делить на ненулевые остатки. Так. Ну что, в общем, картинку для трех я отрисовал. Согласны? Картинка абсолютно понятная. Ну, единственное, конечно, немножко нечестно ее рисовать так, потому что единица – это одно и то же число. Поэтому разумнее было сделать так. Все-таки здесь поставить такую вот вертикальную, что это одно и то же число. Здесь, значит, двойка. И здесь то же самое, такую же вот вертикальную. Понятно. Абсолютно простая картинка. Все хорошо. Теперь давайте разбираться для семерки. Там остатков больше. Но заметьте, пожалуйста, вот этот эффект там тоже есть. А именно, единица с шестеркой, при этом единица по вертикали, безусловно, сама с собой, и шестерка по вертикали тоже сама с собой. Давайте вообще поймем, что это будет так всегда. Если есть единица и P-1, то в сумме они дают P, а в произведении единица на единицу дает единицу. И P-1 на P-1 в квадрате, это же P-2P-1. Остаток 1 при делении на P. Значит, вот это такой эффект, такие два числа обязательно. Отлично. Всего остатков от деления на 7 было 6 штук минутных. Давайте поймем какую-нибудь двойка. Соответствует по горизонтали пятерке, а по вертикали она соответствует четверке. Потому что 4, 2, да? Вот, хорошо. Четверка соответствует трубке. А здесь замечательная вещь. Пятерка по вертикали тоже соответствует трубке. Давайте объяснимся. Это почему так? Почему так у нас замечательно? Вот эти вот 4 числа. А очень легко. Представьте себе, что у нас в горизонтали напротив числа A стоит число P-A. Но, ребята, это же по сути то же самое, что минус A. Когда вы единицу делите на A, ну, взять с минусом одну A, вот и все. То есть, если у нас, вот здесь написан какой-то остаток, напротив стоит P-A, под ним стоит, вот я отмечу курсики, вот здесь A стоит, здесь B, здесь стоит P-A, при этом A умножить до P сравним с единицей, да? Вот. Но в таком случае здесь у нас нас не стоит P-B. Вот они в сумме дают P, вот эти в произведении дают единицу, остаток, да? И здесь будет тоже единица, потому что, когда вы перемножаете P-A на P-B, раскрывая эти скопки, там будет P квадрат на P делится, P-B будет P-A, это неинтересно, все делится на P. И будет с плюсом AB, то есть единица. Таким образом, у нас возникают такие вот квадратики из 4 числа. Так, для семи, поняли? 1 соответствует 6, при этом 1 по вертикали соответствует себе, 6 по вертикали, да? 2 соответствует 5, 4 по 3, при этом 2 по вертикали 4, и 5 по вертикали 3. Так? Так, отлично. Осталось чуть-чуть, осталось всего 2 числа. P равна 10. Итак, 1 по вертикали, при этом 1 соответствует себе, вертикали 10 соответствует себе, это понятно. Теперь разбираемся. 2 и 9. Так, что такое 1 вторая? Так, вообще, как это можно считать? 1 вторая, это вообще-то то же самое, что 1 плюс 11, то есть 6. 6. И из 11, мы считаем 6, будет 5. Ну вот, 45, и 9, так, отлично. Сколько у нас уже чисел? У нас их 6 штук, а между тем нужно 10. Берем тройку. Тройка с восьмеркой. Теперь нужно считать, что такое на треть. 1 плюс 11, это 12, на треть это 4. Здесь 4, здесь 7. Замечательно. И недолго осталось. Недолго осталось. Надо взять число, которое здесь еще не равно. Обратите внимание, числа уходят по 4 штуки. Согласны? По 4. Это все тут еще важно. У нас... Все. Как все? Так, все. 10 чисел. 10 чисел. Отлично. 19. Самый тяжелый пример. Но на самом деле, не такой уж и тяжелый. Опять. 1,18. Здесь, 1,1 сама с собой. 17,1 с собой. Понятно. Теперь двойка с чем? С 17. Так, 1,2. Это 1 плюс 19. Попала. Это 10. 10. Здесь 9. Все замечательно. 1,2. Так, поехали дальше. Тройка. Тройка с числом 16. Потому что сумма должна быть 19. 1,3. Так, 1, минус 19. Это минус 18. 19,3. Это минус 6. Минус 6. Это 13. 13. Здесь у нас 6. Отлично. Теперь, что еще? Еще 4. Давайте возьмем 4. Давайте возьмем 4. Напротив 15. 1 плюс 19. Это 20. Делима 4. Это 5. И здесь 14. Так. 2,3. Это 12. Чисел 14. Боюсь, что нам нужно еще один квадратик. Каких чисел не было? В том, 7 еще не было. 7 еще не было. Пишем. Напротив 7,12. Так, надо посчитать одну семну. Надо посчитать одну седьмую. Так, не хочу я считать одну седьмую. Посчитаю я лучше одну двенадцатую. Смотрите. Одну треть я уже считал. Это было 13. Одну четвертую я считал. Это было 5. Значит, одна двенадцатая это то же самое, что 65. Теперь надо 65 разделить с остатком на 19. 19 умножить на 3 это 57. 65 минус 57 это 8. 77 дает остаток 1, потому что 76 делится на 19. 4 умножить на 19. Так, на всякий случай 95 тоже, да, то есть, прощение 96, а 95 на 19. И дальше правильно. Ну все. Раз, два, три, четыре. То есть, все числа расписаны. Так вот, давайте сейчас подумаем, как это все может выглядеть в общем случае. Во-первых, понятно ли, что чаще всего будут такие квадрации четырех чисел. Понятно или нет? То есть, у нас есть... Вообще-то я его уже выписывал. У меня этот самый квадрат. У нас есть такая ситуация. Значит, число P это 4N плюс 3. Это понятно. ненулевых остатков P минус 1. То есть, 4 от 1. То есть, 4 от 1. При этом, есть вот эта вот очень важная картинка. Единица и P минус 1 соответствуют друг другу. Вот таким вот образом. Это не четверка чисел. Это пара чисел. Остались всего 4N числа. В большинстве случаев они будут выглядеть таким образом. А, P минус А, B, P минус B. При этом, напомните, что А умножить на B это единица по модулю B. Но иногда будут и четверки. Или не будут? Давайте посмотрим. Может ли так быть, что вот здесь выписаны вовсе не 4 числа? Посмотрите, любому числу однозначно соответствует P минус 1. Причем, смотрите, здесь равенство невозможно. Потому что P нечетное число. То есть, А не может равняться P минус 1. P нечетное. Здесь то же самое. Равенство невозможно. Могут совпасть только следующим образом. Может случайно быть, что А равен B. Это может быть. Вот здесь, видите, единица. И может быть, что А равно P минус B. Давайте эти возможности изучим. Потому что так бывает. Может ли быть, А равно P. Это означает, что картинка выглядит следующим образом. И при этом А в квадрате это единица по-моему, то есть, фактически это будут два числа. То есть, ее на самом деле рисовать надо в нашем с вами обозначении вот так. это если А равно P. Теперь давайте подумаем. Если А равняется P минус B, тогда картинка вот какая. А, P минус А, здесь А, здесь, в сумме должно быть все равно P, здесь P минус А. И условие тогда звучит так. А умножить на P минус А сравнимо с единицей по номеру P. То есть, А в квадрате сравнимо с минус единицей. Итак, если А в квадрате сравнимо с единицей, то картинка вот такая. Если А в квадрате сравнимо с минус единицей, то на самом деле картинка вот такая. То есть, здесь два числа, но по вертикали число А не с собой, а с P минус А. Связано? Давайте я попытаюсь это рисовать по-другому. Не знаю, будет это понятнее, но считайте, вертикали они связаны вот так. Вот так вот и не надо. Вот. Все равно туда, туда, сюда, поэтому вот так вот. Так вот, давайте подумаем, что это означает. Это означает, что А в квадрате минус один делится на P. То есть, либо А минус один делится на P или А плюс один делится на P. То есть, А это или единица, или P минус один. Это в точности вот эта картинка. Это в точности вот эта картинка. Ребята, и она одна. Вот это те самые два числа. Не может быть, что называется, много таких пар. Все, одна единственная пара. Все, и больше нет. Поскольку мы ее уже нарисовали, то я имею полное право это убирать. Все. Хорошо. А может ли так быть, что А квадрат сравним от минус один. В таком случае будет не четыре числа, а будет два числа. Да? Ну, слушайте, если будет два числа, то здесь чисел-то было 4N. Чисел было 4N. 4N-чисел разбиваются на четверки. Вот такие замечательные четверки. И пара. Понятно, что тогда пара будет больше одной. Вот. А вот я сейчас докажу, что не бывает. Пара больше одной. Очень легко. Представьте себе, что у вас А в квадрате сравнимо с минус единицей и еще какое-то альфа в квадрате есть. Вот есть А. Кстати, там, где есть А, там есть и П-. Помните? Потому что П-А в квадрате это на самом деле то же самое, что А в квадрате. И здесь то же самое. Есть альфа, есть П-А. Но, господа, если они сравнимы, то А квадрат минус А в квадрат делится на П. Потому что это число дает один и тот же остаток. То есть А плюс альфа умножить на А минус альфа делится на П. Ну, значит, либо это делится, либо это. Если это делится, то просто А равно альфа. Если это делится, то А плюс альфа равно П. То есть соответствует таким образом. Вот такая пара. Максимум одна. Но если у вас всего было 4Н плюс 3 числа, одно из них ноль, два числа единица и П-1, осталось 4Н чисел, и они расходятся на четверки, и может быть одну парень, то этой самой одной парень не может быть. Значит, мы с вами сумели, не используя малую теремоферму, но это, конечно, невеликая добрость, потому что малая теремоферма все равно очень важная терема, но тем не менее мы сумели доказать этот фактор. Если число П простое, то невозможно такое сравнение. Научно это записывают так. Символы жанра равен минус единице. Вот такое вот сравнение не имеет решений, если П имеет вид 4К пусты. Между прочим, если посмотреть на наше отсутствие и сделать совсем-совсем небольшое объединение, написать здесь не П, а У. Ну и, естественно, во всех остальных местах сравнение брать по-мудру К. Сравнение, смотрите-ка. Здесь же все останется один к одному. Здесь будет все то же самое, единственное, вместо буквы П надо будет писать букву К. Но на этот раз вот здесь чисел будет не 4Н, а 4Н-2. Понятно почему? было 4Н-1, 0 выкинули, осталось 4Н. Вот эти два числа выкинули, осталось 4Н-2. И они опять расходятся на четверки и двойки. И двойка не больше, чем одна. Ну, значит, двойка при делении 4, то минус 1. Если остаток 1 при делении на 4, то 1. Вот. Наверное, это даже полезно скромировать еще раз, потому что уж очень важно это оттягивание. Давайте решим. если Q простое, ну, если здесь написано Q, это 4Н-1, то существует такое число А, что А в квадрате плюс 1 делится на то есть можно придумать при помощи этих двух инволюций не то, что придумать, а рассматривая эти две инволюции мы вот видим, что обязательно в одном случае нет решения у сравнения А квадрата сравнимо с минус единицей, а в другом случае есть такое решение и все зависит от остатка. Мне это рассуждение очень нравится своей церквитарностью потому что мы просто смотрим на взятие обратного числа и на переход к противоположному числу и смотрим как эти две операции вместе работают на всех немулевых вычетах. и сразу получается первое выполнение катаричного закона взаимности кстати чтобы было понятно вообще что такое катаричный закон взаимности давайте я напишу если у вас есть любые простые числа нечетные нечетные по ику уже не обязательно остаток один не остаток один то для нечетных чисел оказывается что есть такой замечательный факт вот вот это называется фатриотичный закон зависит здесь у нас произвольные нечетные числа разные обязательно разные не разные друг другу и вот этот символ равен единице если сравнение а квадрат сравнен с p имеет решение и равен минус единице если такое сравнение решения не имеет но это потом еще все буду выписывать спасибо